Привет всем! Сегодня речь пойдет о центральном замке. Вот какая бывает ситуация. Смотрите, я, например, пользуюсь ключом. У меня нет сигнализации, нет пульта. Когда-то было, ну, испортилось. Я не стал восстанавливать. Мне не нужна сигнализация, потому что машина уже старенькая. Но центральный замок есть. Значит, поворачиваем ключ. Опа! И все четыре двери закрылись. Кнопки опустились. Все. Хорошо. Раз. Два. Так. Не понял, почему-то открыто осталось. А это? А это закрыто. Так, вот об этом мы сейчас будем вести речь. Почему это происходит? Вот. Дело в том, что центральный замок может вас подвести. Иногда такое случается, что там что-то, может быть, неправильно работает. Это уже отдельная тема для обсуждения, как это ремонтировать. Сейчас речь пойдет не об этом. Дело в том, что у одного моего знакомого аналогичная ситуация. Он тоже без сигнализации открывает дверь ключом. Но центральный замок есть. Вот. И он не знал, что у него, оказывается, одна из дверей не всегда закрывается. У меня тоже она то закрывается, то нет. То есть нестабильно работает в одной двери вот эта вот система. Задняя правая дверь у меня, что называется, моросит. А он об этом не знал. Он никогда этого не проверял. И в один прекрасный день у него из салона, когда он вышел в магазин, уволокли смартфон. Кто-то открыл дверь и забрал. Вот так вот. Так что, друзья, если у вас вот такой есть, вот центральный замок, обязательно время от времени вы проверяйте. Проверяйте, все ли двери он закрывает. Бывает такое, что они закрываются через раз. То есть какая-то из дверей может быть ненадежной. Это очень важная вещь. А потом ведь кто-нибудь легко откроет. А вы знаете, вот те, кто лазит в салоны машин, они об этой штуке знают. Знают, что центральный замок может подвести. И на всякий случай иногда двери дергают. Так что будьте на чеку.